Сейчас мы знаем, что онлайн-трансляции ведутся. Подробно об этом расскажет министр культуры. На заседании правительства за день доведения режима самоизоляции министр культуры Вячеслав Тарчинский отчитался перед губернатором, как реализуют в Крае национальный проект культуры, утвержденный президентом Владимиром Путиным. Свой доклад министр разделил на две части. Первая, как вынужденные меры против распространения коронавирусной инфекции, повлияли на культурную ситуацию в Крае. Вторая часть – основной доклад. Надо сказать, что технически, вот эти годы работы, технически мы все оказались готовы к подобной ситуации. У театров наших, основных театров, большие коллекции записаны в хорошем качестве, хорошего материала. Это театр-театр, театр оперы и балета. По словам министра, за две недели зрители увидели 72 трансляции, подготовленные министерством. Если в цифрах, то это более миллиона просмотров 43 региона России и 22 страны. Появляются новые зрители, которые еще не были в театре и сегодня захотели эти премьеры посетить. Очень важно также нам настроить работу по возврату денежных средств за те концерты, которые люди оплатили. Деньги должны быть возвращены, максимально короткий срок, если это еще не сделано. Здесь есть два направления, докладывает Вячеслав Торчинский. Первое, когда событие отменяется, зрителям возвращают деньги. Второе, когда мероприятие переносится. У посетителей есть возможность получить деньги по заявлению или сохранить билет. Министр отметил, люди ждут. Возврат билетов менее 1%. Что касается мероприятий по празднованию 75-летия Победы, из всех событий часть перенесли в онлайн, а некоторые издвинули по срокам. Как такового понятия, отмена праздника быть не может, сказал министр и перешел ко второй части доклада по национальному проекту «Культура». Разделяется этот проект на три основных составных части, из чего все складывается. Это культурная среда, это в основном инфраструктура, это все, что связано с ремонтами учреждений культуры и обеспечением их специальным оборудованием. Проект «Творческие люди» – это работа с волонтерами и переподготовка отрасли, кадровая переподготовка и цифровая культура, которая, как выяснилось, оказалась сегодня самополагающим элементом. Основная задача проекта – увеличить количество посещений учреждений культуры в год. На сегодня эта цифра составляет 12 миллионов. Задача – вырасти на 2 миллиона посещений. Учреждения культуры получают деньги на переоснащение сцены, меняют кресла и входные группы, а также закупают новое звуковое оборудование. Почти 246 миллионов выделили на покупку новых инструментов для музыкальной школы. В этом году 418 педагогов отправятся на повышение квалификации в лучшие вузы Москвы, Питера и Кемерово. В следующем году этот список дополнит Пермский институт культуры. Также выделили отдельное направление – культура «Малая Родина». Ежегодно на муниципалитеты направляют около 40 миллионов рублей. Благодаря этим средствам сельских и муниципальных ДК делают ремонты и проводят новые постановки. Также в планах у министерства построить новый дом культуры в микрорайоне Любимов. Елена Силакова, Новости Верхнекомьян.